2 глава 22 стих Во имя Отца и Сына и Святого Духа Евангелие от Луки 2 глава 22 по 39 стих А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развязающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева И Дух Святый был на нем Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня И пришел он по вдохновению в храм И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, им благословил Бога и сказал Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасения твои, которые ты уготовил пред лицем всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израилева Иосиф же и матери удивились сказанным о нем И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его Сей лежит, сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий И тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова От колена Осирова, достигшей глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет Два лет восьмидесяти четырех, который не отходил от храма, постом и молитву служа Богу день и ночь И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет На восьмой день обрезали Но если женщина родит младенца, и мальчик будет, сорок дней она нечистотей считается Девочка восемьдесят Нам трудно определить, с чем это было связано, но закон точно выполнялся И вот они явились в Иерусалим Небольшая история, чтобы мы знали Четыре Евангелия Чтобы мы знали, было их не четыре, а около двадцати Евангелий Профессор Морзенковский говорит, что осталось такое мнение по преданию Все двадцать Евангелий, это Евангелие от Фомы, двенадцать Евреев, Василиска там И положили на престол, вот как у нас здесь Храм заперли, помолились, утром пришли, все остальные на полу лежат, а четыре Евангелия Другого нет объяснения Но если бы даже не так, наше сознание выделило бы их из тех Потому что они тем не сходили с тем, что дальше Вроде были чудеса Христа, которые были У маленького, он там играл с Иудой И Иуда давил этих глиняных голубей И он тогда их бросал, Христос, они взлетали Он говорит, не могло это быть Первое чудо в Кане Галилейской Итак, первое Евангелие от Матфея считается так Было написано через пять лет после вознесения Христа Маленько запоминайте так Марк через восемь лет Лука, вот это Евангелие Которшево, через пятнадцать лет А Евангелие Которшево через тридцать пять Других данных нету И вот будем сейчас смотреть Вот он зашел, взял младенца Сказал, кто-то это знал Никто не знал Близкие люди этой кунзали Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Исторические данные Говорят о том, что царь Птоломей в Египте Город Александрия Самая богатая была тогда библиотека Александрийская Он решил иметь у себя еврейские книги Что сделать? Обратились, конечно, в первую очередь Первосвященнику И те сделали из двенадцати колен Из каждого колена шесть переводчиков Я немножко занимался языками И какие переводчики Скажу, что это очень высокий уровень образования Очень высокий Я разговаривал с природным евреем Отец и мать еврея Анциклопедист Александр Мень Я говорю, вот как переводили Герасим Петрович Павский Ему принадлежит перевод Псалтири Но Евангелие от Матфея Вы могли бы перевести? Он работает с оригиналами еврейскими Ну, вы слышали такого человека Мученик Даже вот так от меня отшатнулся Думаю, что нет таких переводчиков вообще А здесь шесть От двенадцати колен Семьдесят два переводчика Значит, семьдесят два Свитка должно было быть По тем временам это Просто представить трудно Но так Так сохранилось мнение такое И их в разных местах посадили И они стали переводить И за семьдесят дней вроде бы перевели Что перевели неизвестно Или Тору Пятикнижие Или Псалтирию И с пророками С неканоническими Ничего неизвестно Но перевод был закончен Сверились Что сказали? Было слово в слово Так не может быть Самые лучшие переводчики Они переведут не одинаково Поэтому, когда Иоанн Златоуст стоял за капитрой У него было четыре перевода Семь, пять лет И он, Акила Притом переводчики не христиане были И он брал из каждого Смотрел И на одном месте написано И львы бывают голодные А другой переводит И богатые нуждаются Смысл сохраняется И поэтому Иоанн Златоуст толковал То и другое Вот как широта ума позволяла ему А этот перевод семидесяти назвали Септуагинта Септуагинта Теперь будет перевод на Серковнославянский И дальше он коснется нас Когда перевод на русский язык будет А она будет Перевод семидесяти рядом стоять На него все время будут ссылаться Хотя переводили Там масоретский текст Еврейского языка Я просто говорю И вот один из переводчиков Был как раз Симеон Обыкновенный переводчик И когда он дошел переводить Исаия 7.14 Значит пророка Исаия переводили И там написано Сидева в ощереве Примет и родит сына А у них по-еврейски Я не специалист Но верю в это Молодая женщина и дева Рядом стоят Такие похожие слова И он решил Дева не может родить Это он знает Молодая дева Молодая женщина В это время В это время явился ангел И сказал Не надо переправлять Дева А как Узнаешь Ты не умрешь Пока ее не увидишь А до этого еще было Считать От 240 И больше лет Еще было ждать надо Но если ему было лет 50 Добавлять сколько Он уже устал жить И поэтому этот день Называется Сретение Сретение значит встречи Слово Сретение Встречается только Три раза И совершенно другой смысл Почему его так назвали Сркомнославянский Перевод только не сохранили Три раза всего И мы их сейчас Тщательно рассмотрим Что случилось Христос жил на земле Принято считать 30 лет он вышел на проповедь Три года Три с половиной Тут уж не так много И выходит 33 года До 15 лет добавит Лука написал 48 лет прошло 48 лет прошло И тогда это Было уже зафиксировано В писанном виде То что у нас имеется Это исторические данные Но мы Опровергать еще Не будем Только скажем Что народ Ничего не знал У нас семья была Мы знали Все праздники И отец всегда говорил Сретение Значит Зима с летом Сретилась Уже где-то рядом Все приноровили К этому По кропости Значит Земля снегом покроется И она никакого Отношения к этому Не имеет Ну Мы менее заняты Чем наши родители Имеем возможность Больше считать И сегодня я хотел Коснуться этих моментов Попутно Раскоснулся уже По кровати 14 октября Нигде нет о нем Ни слова И мы 14 октября Мы три брата Оказались в Москве И проходим Греческие Праздники Это с Греции Это никак Никак Вообще Никто и не знает Это русские Ухватили у нас Покровские соборы Покровские фамилии Притом Ни на чем Это не основано Я возьми И скажи Ну а мы можем Этот Не убирая праздник Дать ему Значение новое Касающееся русских А какое предложение Ну Окончание Сталинградской битвы Сколько людей Положили Или Курская битва Снятие блокады Сталинграда Это может быть Да может быть Божья Матерь являлась Да видели видение Помолиться Потом надо будет об этом Как это нам близко будет Мы русские люди Главное что Греки Никак не отмещают Вообще Ну хотя бы Памятный крестик бывает Ничего нету Говорит И службы Нигде ничего нету Так что нам Сильно-то держаться Не за что Я давно имею Размышления Может писать Надо говорить И устанавливать Новые праздники Где-то И мы будем знать Как нас Господь Покрыл от несчастья Если на это Говорить о встрече Вот первое Где мы встречаем Среди 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 Исход Девятнадцатая глава С шестнадцатого По двадцать пятый стих На третий день При наступлении утра Были громы И молния И густое облако Над горою Синайского И трубный звук Весьма сильный И вострепетал Весь народ Бывший стани И вывел Моисей Народ из стана Встретение Богу И стали у подошвы горы Гора же Синай вся дымилась От того Что Господь Сошел на нее в огне И восходил от нее Дым Как дым из печи И вся гора Сильно колебалась И звук Трубный Становился Семнее И сильнее Моисей говорил И Бог Отвечал ему Голосом И сошел Господь На гору Синай На вершину горы И призвал Господь Моисея На вершину горы И взошел Моисей Мы не можем Сегодня Повторить это Но разумом Можем Войти в это Представьте Народ Жил в Египте Ничего не знали Им надо было Прямо Первые азы Говорить Как Бога звать Они не знали Ничего Совсем Ну в плену Это не один Не два лет А четыреста лет И в это время Моисей Выводит народ И первая встреча С Богом Какая будет Это все грозно А у нас Как можно отмечаться Когда мы уверовали Когда услышали Я вот услышал Допустим От матери Что будет суд Божий Будет огонь Дальше ничего не знали Но это уже страх был Страх Бог дает А Ян Златоуз говорит так Есть рай И есть ад Рай Обещание Будущих Благ А ад Это гена огненная Это огонь На что больше Содействует Спасению Наказания Да и на ребенка Обещая ему Что-то хорошее За поведение Или за плохое Наказание Он быстрее поймет То И Бог говорит С нами Как с малыми Дети Так и Разговаривает И здесь Они вышли Встретение Господя И не узнали Какой страшный Господь Как он строго Взыскивает за все Еще не знали Никто Такого наказания Даже не было У египтян Представьте Только суббота А что суббота Ну шаббот У них Покой Они не знают Не было написано Книг Вообще Ничего не было Моисей только Напишет Первые книги Сказали Хорошо Пильме показано Так называется Моисей Когда ему Бог говорит Рядом Аарон стоит Они повторяют Первые заповеди Какие Весь народ За ними повторяет Ну далеко Не слышно Вы даже Тысячи человек Разместите На улице Где будет А это Миллион Каждый день Требовалось Полторы тысячи Тон пищи Где он В пустыне Мог брать Недавно Арифметику Выставили Ну я проверил Все так И сходится Это ужас Какой А почему Бог Это наш Господь Такой всемогущий Они вышли Встретение Ему Встреча первая Произошла Мы спрашиваем Сегодня Когда у тебя Была встреча А это надо В прошлый раз Мы считали это Когда это было Духовное рождение Какого ты Бога узнал Вот почему Первая глава Седьмой стих Притчей говорится Начало мудрости Страх Господень Не а Б Мама Мыла рама Страх Господень Бог сотворил И впервые Прозвучало там О субботе Субботу Да не работает Самая большая Такая заповедь Повторяет Не раб Не рабыня Не прелюбодействие Одно слово Заповедь Не убей Одно А это большой Подробно Чтобы никто Не работал Ни вол Ни верблюд Никто не работал А человек пошел Собрать какие-то Сучки Ну завтра надо Разжечь Готовить надо И что из этого Его арестовали Я мысленно Представляю Как отняли У него эти Там сучки Какие А что там были Щепок не было И он думает Как там дома Теперь разогревать надо Еду то И утром слышит Ночь ночевал И Моисей не знает А что с ним делать то И Бог заговорил И сказал Придайте смерти У нас Если за воскресенье Так Судить Живого Ни одного Не останется А почему У меня Даша А у нас Некогда Мы потеряем И два И два Установили Что в воскресенье Никто не работает Вначале Пытался В ферме Работать Всю неделю Дождь На этот день Солнышко И мы сумели А ведь Это так у нас есть Поэтому Страх Господень Когда мы узнали Бога Мы скрываемся От наказания Милости Божией Вот только сейчас Я перед тем как идти Вышел человек Издалека Я вот то и то В жизни делал Какой выход Почему что раньше Не пришел Как бы было Все по другому И ни в один Закон И мы не можем Вместить даже это Что сегодня люди делают Приходя к Богу Им нужно дать встречу С Богом Иисус умер за нас Прочитаем сейчас Амос Четвертая глава Седьмого по тринадцатый стих И удерживал от вас Дождь за три месяца Дожатую Проливал дождь На один город А на другой город Не проливал дождя Один участок Напаяем был дождем А другой Неокрапленный Дождем Засыхал И сходились Два-три города В один город Чтобы напиться И могли Досыто напиться Но и тогда Вы не обратились Ко мне Говорит Господь Я поражал вас Ржою И блеклостью хлеба Множество Садов ваших И виноградников ваших И смоковниц ваших И маслин ваших Пожирала гусеница И при всем том Вы не обратились Ко мне Говорит Господь Я посылал на вас Моровую язу Подобную египетскую Убивал мечом Юношей ваших Отводя коней и плен Так что смрад От станов ваших Поднимался В ноздри ваши И при всем том Вы не обратились Ко мне Говорит Господь Я Производил я Среди вас Разрушение Как разрушил Бог Садом и Гамору И вы были Выхвачены Как головня Из огня И при всем том Вы не обратились Ко мне Говорит Господь Посему Так поступлю Я с тобой Израиль И так поступлю С тобою То приготовься К встретению Бога твоего Израиль И вот И вот он Который Образует горы И творит ветер И объявляет Человеку Намерение Его Утренний свет Обращает Мрак и шествует При высшей земли Господь Господь Бог Саваоф Име Ему Приготовьтесь Встреча с Господом Встретение А как Не постыдно Предстать Благодаря Бога За все Что бы ни было Где бы ни было Ни одного слова Не скажи Ропот Это Господь Взял Это Он Допустил Это Он Долготерпит Исайя 24 глава С 15 по 29 стих Приготовьтесь К встрече с Господом Когда мы умрем Заступников Никого не будет Только мы И мы тогда скажем Не на дела надеемся Надеемся на жертву Христову Он умер за нас Как агнез Итак Славьте Господа На востоке На островах морских Имя Господа Бога Израилева От края земли Мы слышим песню Слава праведному И сказал я Беда мне Беда мне Увы мне Злодей Злодействует И злодействует Злодей Злодейский Ужасы Ямы И петля Для тебя Житель земли Тогда побежавший От крика Ужаса Упадет в яму И кто выйдет Из ямы Попадет в петлю Ибо окна С небесной высоты Растворяются И основания земли Потрясутся Земля сокрушается Земля распадется Земля сильно потрясена Шатается земля Как пьяные Качается Как колыбели Беззаконие Тяготеет на ней Она упадет И уже не восстанет И будет тот день Посетит Господь Воинство Выспреннее На высоте Царей земных На земле И будут собраны Вместе Как кузники И будут заключены В темницу И после многих Дней будут наказаны И покраснеет Луна Устыдится солнце Когда Господь Савову Поцарится На горе Сионе И в Иерусалиме Предстареченными Его будет Слава Третий раз Пали завтрашним днем Десять лет назад Десять лет назад И ничего не бойтесь И ничего не бойтесь Тем более Сегодня столько Страхов у людей Это даже Высказать нельзя Внезапно Умирают люди Этому надлежит быть Всему надлежит быть И противодействуют этим И пытаться Чтобы этого не было Иначе Как безумие Нельзя назвать А что Молитесь за старей Начальствующих Нам другого не дано Другого нет Другой заповеди Люди сегодня Подбивают Просто к военному Мятежу И что-то в Украине Делается сегодня Насколько это достоверно Ну Открыто Говорят правители В этом Молитесь за самых близких Наши люди Там есть сегодня Сказали Сотни тысяч людей Эвакуируют оттуда Из Донбасса Ну Говорят так У меня из Украины Которая есть И говорит Окруженная войсками То другое И во время даже Спросили Там Новый Президент Франции Ну а как вы Говорите Там Воевать будете Так Вы в НАТО Состоите Состоите Ну и все Получите свое Президент Говорит Засмеялись А это не смех Рядом Третья мировая война Где-то рядом Почему Две пробыло Третья Четвертая Не будет И она будет Называться Армагеддон Ничего тут Такого нет Но Мы должны знать Никаких подвижек К тому Что как-то защитить Это ничего нельзя сделать Доверься Богу А доверие Это значит Крепость Он щит И ограждение Наше Мы сейчас Это услышали Вот впервые О празднике Заговорили В 528 году Сретение Пять столетий С лишним Четыре столетия Прошло И никто Ничего не сделал Даже Не знали Никто не знал Сретение Я давал Предложение Даже А почему Так как оно Ни на чем Не отразилось Почему не отметить Сретение Которое Повлияло На жителей Всего мира Это встреча Павла Когда он жил В Дамаск Когда сиял У вас свет Иначе он гонитель Был Ушел Убивать христиан И он обратился От него 14 посланий Почему Церкви Не сделали Так Это мы не знаем Ну 5 столетий Жили Праздник Не знали Вообще Никак не слышали Как его Постепенно Где-то Впервые было Тут в Антиохии Оно в списках Сохранилось Только А может быть Было раньше И поэтому Мы ни на чем Не можем настаивать Но скажем По пользе дела Когда у меня Была встреча Это самый главный вопрос Была ли она Если Просто так ходил Привык И не было встречи Которая тебя Не сделала Другим человеком Не родился свыше Вот этот главный вопрос Мы сегодня Даже очень серьезно Посмотреть На вчерашний день Когда нас Господь нашел Рождение Спрашивают сегодня А может так Рождение Вот она ходит С матерью Ну она не против Хорошая девочка И постепенно Постепенно Она уверовала Прошлый раз в воскресенье Мы читали эту проповедь Где-то Может быть Где-то и можно Но рождать Мать не может Долго Она умрет И поэтому Рождение Это разовый акт И у нас о нем Нигде никто не говорил И никогда не слышно Вот приезжал здесь Выступал я недавно Ходил на встречу Отец Геннадий Хваст Вот его встречу Я больше ни у кого Не встречал Как он Родной народ Немцы Другая вера И он разом Приехал сюда У нас вторая встреча была И он обратился К Богу И сколько ему Бог открыл И сегодня Когда люди спрашивают Что такое рождение Крещение духом К нему только отсылаем Лучше никто не сказал Это Бог ему открыл Громадный талант И этот человек Близкий нам Мы в его молитвах А он в наших Не забывайте Еще прочитаем Второе Первое корнице Можем прочитать Четвертая глава 16 по 17 стих Я еще раз хочу напомнить Грозное событие Прямо под дверями у нас И жить как вчера жили Беспечно Да ну еще успею Нет Живите как будто Это последний день Это называется Алармовое состояние Сегодня буквально везде Вот есть священник такой Андрей Ткачев Он открыто все говорит Прямо открыто Только сказали ему Он тут же это все Сразу выносит Ему смерть грозила На Украине Когда было Эти разные Садомиты стали там Ходить Делать там Ну что там они Плакаты носить где-то И он восстал против И его угрозы были И он пришел В нашу церковь Здесь православная Теперь можно слышать его Я посчитал У него где-то 257 Уже проповедей Это Господь Только может умудрить На каждую тему Он откликается Как готовиться Сейчас он встречает с людьми Вы возьмите его на молитву Андрея звать У него много Раз он так говорит У него много неприятностей Притом на него нападали Те которые должны Защищать нас Мы ничего не можем делать Только молиться Он открытый Очень смелый Может что-то где-то Кому-то не нравится Да мало ли что Не нравится Так Посему умоляю вас Подражайте мне Как я Христу Для сего Я послал к вам Тимофея Моего возлюбленного И верного В Господе Сына Который напомнит вам На путях Моих во Христе Как я учу Везде Во всякой церкви Как я Как я не иду К вам То некоторые У вас возгордились Но я скоро Приду к вам Если угодно Будет Господу И испытаю Не слова Возгордившихся А силу Ибо Царство Божие Не в слове А в силе Встреча Для многих Была нежеланная С Павлом Вы желаете Чтобы я пришел С любовью Или с железом Железная палка Что у них там было А было такое Гречевое языч Никогда не слышно Что они допустили Мы то тоже знаем Что в церкви делается И какие упреки И какое идет Это наше бремя Я раньше думал Вот верующий баптист Как-то не стыдно Ему на работе Говорит Я баптист Я даже не произнес Сейчас мне стыдно Называться православным Когда до конца То дошло Где бы какое дело Не было Везде запутанное православное Это какое-то Наваждение Андрей Кураев Прямо говорит Да Церковь была гонимой Но что в таком Презрении Как сейчас Никогда не была Вчера Только дали материал Готовится Новое разделение В церкви С какими-то там С патриархатом Ну южной где-то Вы маленько Что я говорю Для себя имейте Никуда ты не можешь пойти Запомнить не можешь Помолитесь о патриархе Чтобы умудрил Господь Чтобы ни налево Ненаправно Отвихнулся На нем Слишком многое висит Главное это Нет У людей Знания Священного Писания Главное Это наша беда Люди вообще не знают Библию взял Еще ты как баптист В Библию носишься Да они взяли Это наш перевод В Библии Итак Если можно еще Прочитать Второе коринфянам 6.14.16 Второе коринфянам 6.14.16 Три стиха Не преклоняйтесь Под чужое Ермо С неверными Ибо какое Общение Праведности С беззаконием Что общего У света Стьмою Какое Согласие Между Христом И Велиаром Или какое Соучастие Верного С неверным Какая Совместность Храма Божия С идолами Ибо вы Храм Бога Живаго Как сказал Бог Вселись Вселю с них И буду ходить И буду И Богом И они Будут Моим Народом Вы слышите Что написано Я касаюсь События Которые Сегодня Чтобы мы Не просто Шли Просчитали Где-то А поняли Мы Нужны Именно здесь Слышали Екуменическое Движение Вместе Помолились Нельзя молиться С католиками Я до Гавана Летал Патриарх И встретился С Папой Римским Благословился Прости меня Господь Как будто С ума Посходили Перестали Поминать Патриарха На меня Вышли Как вы Я говорю А что он Сделал Не так Ну Благословился Где этот запрет А на Житейском уровне Может У тебя Сын неверующий Ты же его Не угоняешь Из дома Так И сядешь За стол Пообедаешь И побеседуешь Ведь у нас Любого Так осись Не все же Родные Близкие Наши Знают Бога На этом уровне Мы все Экуменисты Но это Не означает Что так должно быть Ты проповедуй Говорю А завтра Будет где-то Видно Повторяю Патриарх Кирилл Нуждается В помощи Молитвенной Я ежедневно Смотрю Бывает Даже не знаю Что человек Выходит Говорит Такое Приходилось Иларион Такой Метрополит Есть Алфеев И вдруг Он выпускает Сейчас фильм Один за другим Документальное Апостол Павел Называется Апостол Петр Где он был Как проповедовал Конечно Талантлив Он талантлив Вы сам по себе Фотографируем Все на тех местах Мнение прям меняется Думаешь Господи Ну ежели Молитва услышанная Там Он тысячам людей Открывает сегодня глаза Я хотел бы Чтобы то Что я сейчас говорю Вот это Стретение Мы его отпраздновали Тем днем Когда мы познали Господа Если этого не было Молись Чтобы было Стретение Лично у тебя Если его не будет Все остальное Не имеет никакого смысла Да будет прославлен Господь В нашей встрече Которая никогда Не кончится Ему слава За все во веки Аминь Спаси Христос